Сегодня я покажу, как можно спасти переэкспонированную фотографию в перейденте. Этот кадр у меня получился просто потому, что я не переключил режим отображения изображения в видоискателе. У меня остался студийный режим, где отключен предпросмотр выдержки и диафрагмы. Соответственно, я получил не в хлам, но сильно переэкспонированный снимок. По большому счету, конечно, можно выкинуть. Но данный урок не об этом, а о том, что если у вас есть некий кадр, который ценен для вас, интересный, но переэкспонированный, его можно спасти. Сначала, когда я столкнулся с подобной проблемой, я думал, что все решит ползунок Extreme Highlight Recovery. Но нет. Мало того, что фотография становится малоконтрастной, еще и цвет становится очень мерзким. Поэтому пойдем немножко по другому пути. Сразу же понижаем экспозицию приблизительно, пусть на 1,7. Можно больше, не принципиально. Чуть уменьшим заполняющий цвет. Цвет по-прежнему мерзкий. И вот сейчас я рекомендую, уже понизив экспозицию, попытаться подстроить цвет под тот, который вас устраивает. Здесь вообще фото снято вечером. И, на мой взгляд, уместнее фотография более спокойная, более холодная. Поэтому я сразу поставлю баланс белого 3400. Тинт смещу в зеленую область, где-то, скажем, до минус 10, чтобы прибить нехорошую красноту. Ну и, собственно говоря, нам сейчас нужно оттенок кожи получить все-таки более человеческий, более тепленький. Поэтому средние тона где-нибудь до плюс 13 сместим в теплую. И цвета не сильно, где-то до 5-6, тоже сместим в теплую область. Чтобы вот эти вот выбитые участки на пальцах, на лбу, не были серыми, вообще десктурированными, а имели какое-то заполнение цвета, текстуру. Потом уже в фотошопе, на процессе постпродакшена мы добавим. Собственно говоря, возвращаемся во вкладку экспозиции. И я бы еще здесь со цветами, не с экстремальным вытягиванием цветов, а с обычными цветами поработал бы в минус. Все-таки фотография сделана вечером. Да, собственно, минус 100. Опять-таки, Extreme Highlight Recovery здесь нам не помогает. Если его смещать, мы получаем вот такую вот плоскую, унылую, серую картину. Поэтому нам хочется все-таки, наша задача, сохранить какой-то объем. Здесь нам поможет вот этот ползунок. Не сильно, скажем, до уровня 30-35, мы прибиваем оставшиеся цвета. Абсолютно очевидно, что вот эти вот прострелы в небе, белые, мы никак не вытянем. Но в данном случае небо у нас не главный элемент сюжета. Поэтому нас больше волнует выбитые участки на коже. Моя любимая вкладка детализации. Отключаем все по нулям. И, чтобы картиночка чуть-чуть стала пообъемнее, я подниму цвета чуть-чуть в средних тонах. Немного добавлю контраста. Собственно говоря, вот мы вытянули нашу убитую, переэкспонированную фотографию. Да, можно пойти в кривые. Можно поднять насыщенность цвета. Если вас не смущает, вылезшие, здесь на коже, здесь на глазах, грусть, вот такой насыщенный красный цвет. Если вы знаете, как с этим справиться в фотошопе, то окей, вставляем. Ну, может быть, не так сильно. Можно... С кривыми Отдельно поработать. Попытаться так прибить эту красноту. Хотя я предпочитаю с кривыми работать в фотошопе. Все-таки Иридиант не дает такой гибкости. Здесь кривая управляется не очень просто. Ну, допустим. Да, вы можете убавить насыщенность. Так называемый вибронс. Вы можете добавить вибронс. Или добавить вибронс, убрать в ситурейшн. Это уже дальше начинается вкусовщина. Главное, о чем я хотел сказать, что достаточно сильно переэкспонированный кадр можно спасти в Иридианте. Ну и, собственно говоря, сейчас-то все дело экспортируем. И перейдем в фотошоп. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!